Слава Украине! Привет всем от Павлонского! По-моему, Путину уже мало гундяя. Да, что-то гундяя у него вышел. Выпал в осадок во всех смыслах этого слова. И Путин отправился к шаманам. Да, вот... Не, не к тому, который горлает песни там «Я с русским». Не, не к этому. Он отправился к шаманам в Монголию. И это, как говорят, утверждают Шпигеля, это послужило основной причиной поездки туда. А совсем не пресловутая попытка навязать китайцам «Силу Сибири-2», которая им даром не нужна. Да, то есть говорят, что Путин в крайней степени непонимание, что с ним происходит. Это я так мягко сейчас говорю. И пытается каким-то образом, при помощи чудотворных каких-то сил, или чудесных сил, потусторонних сил, улучшить свое положение, и спрашивают у этих же потусторонних сил, а что ему делать. Если вы удивлены, говорите, «Елки-палки, а как же Гундяева? Как же РПЦ? Ведь это ж моща такая и все такое». Дело в том, что Гундяев и РПЦ, это тоже, собственно говоря, недалеко ушли от тех же шаманов, поскольку вместе с Путиным, с убийцей, да, молятся на фуражку Гитлера, на его китель в храме сатаны в черном. Ну, поэтому, а чем он, собственно говоря, отличается от шаманов? Тот же шаман. Единственное, похуже, похуже, потому что, понимаете, он для Путина никак не может быть авторитетом. Он же знает, Путин знает его звание, Путин знает его, эту всю кагибистскую историю, непонятная ситуация с Мишкой Япончиком, опять-таки, да, вот это вот все. И для Путина он просто является еще одним вором, чиновником воров, да и все. Никаким, как говорится, Господу приближенным организмом для Путина он и даром не является. Поэтому вот он пытается найти что-то, что с его точки зрения приближено к потусторонним вещам. Кстати, и здесь он не одинок. Вспомните Гитлера в свое время. Гитлер так же, как и Путин, точнее, Путин так же, как и Гитлер, посылал на Тибет своих спецназовцев, чтобы найти там Шамбалу, найти какую-то мудрость, найти бессмертие. Кстати, сейчас о бессмертии сейчас озабочен Путин. Сильно он, как говорится, не хочет собираться туда, куда его зовет табакерка. Ну и он сейчас занят этим вопросом. Нет, это не... Было бы, знаете, было бы смешно, но это грустно, потому что глава государства, диктатор государства, там, пускай, 90 миллионам или 80 миллионам населения, обладающим ядерным оружием, шаманист, ну бог с ним шаманист, если бы это было нормальное, если бы он ходил к нормальным шаманам. Вот на России есть единственный шаман нормальный, да, из того, что известно. Это Габышев. Что Путин с ним сделал, абсолютно очевидно, да. Вот. И он ездит с шарлатаном всяческим, то в Тыву, то вообще в Монголию, чтобы выяснить, а что же будет и что же ему делать. Нормально, да. То есть на генштаб он уже не надеется, на ФСБ он уже забил давным-давно, что там военно-морской флук, кто там еще союзники России. На них всех он полностью забил, они для него вообще никто, никак, и их анализы, их, как говорится, мнение номер 20. Главное, что скажут шаманы. Ну представьте себе, кстати, они ему уже один раз насоветовали, ведь перед нападением на Украину он тоже собирал шаманов. Правда, как оказалось, там большинство были ряженые клоуны от Шойгу, которых Шойгу пригнал. Но не суть важна, там же были и настоящие типа шаманы. И они там что-то крутили, мутили, сказали, что Путин быстро победит, эти знаменитые шаманы, все, пообещали ему, что он победит, и все. Ну что, победил Киев? Это же не ему там тоже, в том числе ему говорили, да, там 3-4 дня, все, Киев упадет, все упадет, все будет красиво, все будет чин-чинарем и путем, да, все у Путина, все будет путем. Но получилось не у Путина, не у шаманов, ничего не путем, да. Вот, и сейчас вторая серия с шаманами, Путин в жути, в такой, в истерике, Путин в панике, не знает, что делать. Ну и осталось только обратиться к потусторонним силам. Причем, еще раз говорю, в РПЦ они не верят, потому что знают всю подноготную эту контору, начиная там с 50-х годов, когда ее создал, Сталин фактически создал, да, вот. И, собственно говоря, единственное, кому ему осталось обратиться, ну, кто в его глазах, хоть какие-то там остатки святости, это вот шаманы, шаманы в Монголии. А где шаманы? Вон туинские уже, значит, оскандалились, опозорились. Но поеду к монгольским шаманам, буду, значит, там шаманить. Ну шо, нашаманил?